Данный материал содержит элементы рекламы. Ладно, на скайфе классик представлю так точно, чтобы не забыл. Ну и еще прекрасные новости любопытные со всего мира. Например, то, что из утра немножко подтошнивает. Интересно, к чему бы это? Так, так, так. Это просто я не успела позавтракать, знаешь, а вот бывает иногда такое. Часто бывает? Давно началось. Смотри мне. Смотри, вот так вот зарождаются слухи. Ладно. В общем, на самом деле, вот у нас утро, где героями становятся люди из категории «слабоумие и отвага» – наш девиз. Да, чаще всего это мы на самом деле, но да ладно. Почему только? Вот заслуженные награды, наконец, нашли своих героев. 31-я церемония – вручение Шнобелевской премии, известной как Антинобелевская премия, прошли в онлайн-формате. И лауреатами ее стали ученые из 24 стран. Среди победителей американские ученые, доказавшие экспериментально, что борода может защищать от ударов в лицо. Борода у мужчин в смысле? Да, да, ну естественно. У женщин это не всегда так работает. Ну, понимаешь, она просто мягкая. Ну да, амортизирует вроде как. Но это гениальное заключение. Мне больше понравилось то, что это номинация премии мира. Так, еще. В сообщении организаторов говорится, что премия вручается за научные исследования, которые сначала заставляют вас рассмеяться, а потом задуматься. По мнению учредителей этой награды, все же изыскания некоторых лауреатов имеют научную ценность. Премия по медицине досталась исследователям, которые доказали, что организм настолько же эффективен в снятии... А, оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства. Так все прекрасно, методы новые найдены. Да, занимайтесь сексами, все у вас будет с насморком хорошо. И без насморка, тем более лучше. И без насморка, и будет еще лучше. Ладно, я прям задалась целью погуглить. Я просто подумал, вот оргазм с насморком и без насморка, это разные вещи? Я позволь не буду комментировать эту тему. Доброе утро, все, гуглите. Подожди, друзья, я еще должен озвучить главное правило осеннего секса. Да. Кто у насморк, тот снизу. Естественно. Все, на этом и начнем наше сегодняшнее утро. Прямо сейчас порт ходать сегодняшний. 15 сентября 1917 года был выпущен первый номер журнала Forbes. То есть это такой журнал, глядя в который Таис облизывается, а я негодую. Да, Ленин сказал бы контрреволюция, товарищи. Но не сказал, а читал он журнал или нет, история умолчивает. В 1971 году, также 15 сентября, был основан Greenpeace. Ну, о том, что эта организация больше болтает, чем делает, на самом деле мы, наверное, уже все давно знаем. Что еще произошло 15 сентября в разные годы, об этом расскажем вам далее. 15 сентября 1956 года самолет Ту-104 совершил первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва, Омск, Иркутск. За 7 часов 10 минут с совершением промежуточной посадки в Омске самолет сумел долететь до Иркутска, преодолев расстояние в 4570 километров. В сентябре 1957 года на Ту-104 был выполнен полет в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники. Последний полет этого самолета состоялся в 1986 году. День независимости в Центральной Америке, в том числе в Коста-Рике, празднуют 15 сентября. Коста-Рика не боролась против колониального иго Испании, а получила независимость автоматически, благодаря стараниям других больших народов. Но празднуют этот день здесь с не меньшим пылом, чем в других странах. Проводятся парады и шествия. Накануне 14 сентября в 6 часов вечера дети и их родители идут к школе на процессию с фонариками. Звучит государственный гимн. В этот день, в 1820 году, в Петербург были доставлены первые четыре каменные колонны для Исаакиевского собора. Свою историю храм ведет от небольшой деревянной церкви, заложенной по указу Петра I в 1710 году. Работы по возведению храма начались в 1818 году и затянулись на 40 лет. Собор практически не пострадал во время Великой Отечественной. Только на колоннах по сей день можно увидеть следы от осколков разорвавшихся снарядов. Сезон баклажанов в разгаре. Самое время делать заготовки на зиму и готовить вкусные блюда. А ну-ка, посмотри, у меня глаза закатились. Да. Да, есть немножко? Я просто представил, вот знаете, вот запеченные синенькие, потом как зимой достаешь их из морозилки, размораживаешь, нарезаешь. И скорку делаешь. Лучок туда маслицем нерафинированно поливаешь. Ох, как вкусно. Да. Но, если вас немножечко утомили привычные вам рецепты, самое время опробовать кое-что новое. Царская закуска с баклажаном – отличный вариант для семейного ужина и даже праздничного стола. Блюдо незатейливое, но очень вкусное. Для начала необходимо тонко нарезать баклажаны. Солим их с обеих сторон, но не для того, чтобы горечь ушла, а чтобы баклажаны стали более пластичными. Через 10 минут достаточно сильно отжимаем баклажаны через салфетку. Далее выкладываем их на противень, смазанный растительным маслом. У кого нет духовки, можно запечь баклажаны на сковороде. Сверху смазываем все растительным маслом и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут. А пока баклажаны запекаются, подготовим начинку. Нам понадобится 4 отварных яйца. Отдельно натираем на терке желтки и белки. Маленький пучок петрушки нарезаем помельче. Для заправки берем в равных порциях майонез и сметану. Добавляем пару зубчиков чеснока, выдавленного через пресс, и немного молотого перца. Хорошо перемешиваем. Сыр натираем на мелкой терке, заправляем майонезно-сметанной заправкой и хорошо перемешиваем. Заправляем желтки и тоже хорошо перемешиваем. И далее заправляем белки. В белки достаточно одной чайной ложки заправки. По желанию можно нарезать также ветчину. Теперь застилаем стол пищевой пленкой и выкладываем баклажаны внахлёст. Равномерно распределяем сыр с чесноком. Всю начинку распределяем так, чтобы верхний край был свободным. Выкладываем ветчину и распределяем желтки. Поверх желтков распределяем белки и присыпаем все петрушкой. Плотно заворачиваем заготовку в рулет и отправляем в холодильник на 2 часа. Блюдо получается вкусным и очень красиво смотрится на столе. Перед подачей нарезаем на порционные кусочки. Приятного аппетита! Многие её любят за универсальность. И этой осенью она возвращается. Юбка-карандаш простая, но при этом универсальная. А иногда практически незаменимая. С чем носить её в этом сезоне, мы покажем прямо сейчас. В меру строгая, лаконичная, универсальная. Интерес к юбке-карандаш в этом сезоне возрос неспроста. Дизайнеры как будто соскучились по офисному дресс-коду. Сейчас самое главное хочется собраться, а юбка-карандаш как ничто иное способствует этому. Но классический фасон этой осенью значительно трансформировался. Например, вот это на кулиске добавляет элемент спортшика. И это главный посыл всех новых коллекций. Теперь никакого стеснения в движениях. Она стала более свободна, она так не облегает и не сжимает. Про правила белый верх, чёрный низ тоже можно забыть. Сегодня юбка-карандаш возвращается в гораздо более ярком исполнении. Сиреневый, фуксия, оранжевый. Оранжевый. Это всё находится рядом с цветовым кругом, потому что оранжевый это по сути сочетание красного и желтого. И чёрный у нас это всё красиво оттеняет. Да, чёрный даёт особый изюм в наши образы. Разрезы тоже становятся смелее. Вместо традиционного одного сзади, два спереди. Вот такой разрез. Сейчас у нас плюс восемь. Как мы это обыгрываем? Мы добавляем сюда колготки телесного оттенка. Или если ты более смелый, то можно выбрать колготки фуксийного оттенка. Трикотаж, твит, джинса, шерсть. Всё это вместо традиционной костюмной ткани. Но фаворит, конечно, эко-кожа. А если ботинки заменить шпильками, добавить аксессуары и яркую помаду, вот уже готов коктейльный вариант. Собрались вы вечером? Нет у вас платья, есть у вас чудесная юбка со стразами и перьями страуса. Пожалуйста, с простой водолазкой. Вот вам вечерний образ. Но, конечно, идеальнее всего юбка-карандаш пишется в деловой образ. Ни один офисный гардероб не сможет без неё обойтись. Яна юрист, и у неё таких целая коллекция. Собираясь на работу, делает ставку на сдержанную классику. Дополняет строгую юбку базовыми пальто и лодочками. Деловой стиль, он приветствуется, будь я где-то в офисе или в судебных заседаниях. Сегодня, как вы можете видеть, я выбрала абсолютно классический вариант юбки-карандаш. Длиной ниже колена. Цвета такого сдержанного. Главное помнить, что у этого сдержанного фасона очень большой потенциал. Ведь такая юбка как нельзя лучше подчеркивает бёдра. И добавляет её обладательнице загадочности и сексуальности. В швейцарской лазанне покусились, я бы сказал, на святое. Оркестр Nexus исполнил дописанную искусственным интеллектом неоконченную десятую симфонию Людвига ван Бетховена. То есть вот на святое замахнулись. Это же как исправить блюдо великого Поля Бакюза. Это же как, допустим, доснять какую-то неизданную сцену фильма в Феллине. Ну, ты знаешь, с другой стороны, интересно было бы посмотреть, чем там всё дело кончилось. Для этого нейросеть АНН, или же Н, взяла за основу небольшие наброски к произведению, которые сохранились. Посмотрим и послушаем, что из этого получилось. Бетховен начал работать на десятой симфонии, когда дописывал легендарную девятую и оду к радости. К сожалению, после его смерти осталось лишь несколько рукописных набросков. Вся они фрагментарны и не содержат более 30 тактов непрерывной музыки. В 80-е годы попытку реконструкции неоконченного произведения предпринял английский музыковед и композитор Барри Купер. Но удалось это только искусственному интеллекту. Работа над проектом продолжалась в течение почти 10 лет. Ученый-компьютерщик Флориан Коломбо из Технического университета разработал свой алгоритм, используя так называемое «глубокое обучение» под множество искусственного интеллекта. Оно направлено на обучение компьютеров думать с помощью структур, смоделированных на основе человеческого мозга. Чтобы наиболее точно воспроизвести вероятную концовку произведения, Коломбо загрузил в компьютер все 16 струнных квартетов мастера. Программа выделила основные гармонические и мелодические структуры композитора. Затем нейросеть создала произведение на основе одного из фрагментов темы, которая, по мнению экспертов, могла быть черновиком Десятой симфонии. Перед концертом в Лозанне музыканты признались, что до последнего момента не знали, как будет выглядеть окончательный вариант композиции. Конечное произведение сгенерировали и напечатали за несколько часов до выступления. Кстати, это не первый случай, когда компьютерные технологии помогают искусству. Ранее ученые с помощью искусственного интеллекта смогли спустя 300 лет восстановить одну из главных работ Рембрандта «Ночной дозор». Художник закончил картину в 1642 году, а в 1715 полотно обрезали со всех четырех сторон, чтобы оно поместилось между двумя дверями Амстердамской ратуши. Специалисты смогли добавить в произведение искусства недостающие сцены и персонажей. Для этого они использовали копию картины и модель, которая умеет максимально похоже имитировать стиль знаменитого живописца. И в продолжение музыкальной темы. В этом году исполняется 30 лет со дня выхода альбома «Металлики» под названием «Блэк Элбом». Один из самых известных альбомов, куда вошла также композиция «Nothing Else Matters». По этому случаю группа выпустила сборник кавер-версий песен этого альбома в исполнении 53 известных исполнителей. В трибьюте, получившем название «Вы Металлика Блэк Лист», это, судя по всему, те артисты, с которыми они бы никогда не работали, приняли участие. Первый их любимый исполнитель, судя по всему, Элтон Джон. Металлика, просто я себе, вокалист, наверное, где-то на отдыхе, так тихонечко. Франкмен, дебеш-мод Дэйв Гэн, вокалист Слипкнот, певицы Сент Винсент и Майли Сайрус. Кстати, она один из авторов кавера на песню «Nothing Else Matters», которую выпустили еще там энное количество лет назад. Группы «Нептун» и «Вейзер». Всего 53 исполнителя. Пятый студийный альбом «The Black Album» группы «Металлика» вышел 12 августа 1991 года. Он считается одним из самых влиятельных альбомов в истории металла, а также в дискографии самой группы. В 1992 году альбом стал лауреатом премии «Грэмми» за лучшее металлоисполнение. Только в Соединенных Штатах Америки тиражная пластинка составила более 17 миллионов экземпляров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова побуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового «Нес Кафе Классик». Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Генеральный спонсор показа «Нес Кафе». Мы, как я время от времени люблю говорить про таист, люди старые. Ну, мы, да, возможно. В общем, знаете, сегодня хотим поговорить все-таки о каких-то современных таких веянях, о блогинге, интернет-наше все. Что это такое? С чем это едят? Сегодня поговорим с продюсером, маркетологом и переговорщиком Еленой Ариковой. Здравствуйте. Доброе утро. Гости из России к нам приехали. И как вам у нас? Мне очень у вас нравится цель визита. А что вам нравилось? Потому что теплее? Погода, природа. Это же сплошное удовольствие. Это правда. Но так еще и когда цель высокая и благая, это, знаешь ли, дорогого стоит. Вот давайте про цели поговорим. С какой целью вы к нам пожаловали? Я приехала по приглашению вашего известного бренда, компании «Бомба», для того, чтобы запустить маркетинговое агентство инфлюенс-маркетинга и нейромаркетинга на основе компании «Кошелот», которая до этого существовала. Вот сейчас, понимаете, вот половина домохозяек, которые нас смотрят, они такие «Что? Инф... Ин что?» Да, да, да. Давайте объясните, что это такое, ну, простым людям. Что такое «Кошелот» или что такое инфлюенс-маркетинг? О, это великая вещь. Это маркетинг влияния. То есть, по большому счету, каждый блогер, микроблогер, макроблогер, у которого есть аудитория в Инстаграме, это средство массовой информации. По большому счету, это тот, кто составляет вам такую неслабую конкуренцию. У этой средства массовой информации, у этого блогера есть своя аудитория, а это означает, что каждый такой блогер, каждый такой инфлюенсер, он и представляет большой интерес для бизнеса. Причем, я так понимаю, что неважно, каких размеров это бизнес. То есть, там, продаете вы, печете пирожки своими руками, кому-то их продаете. Соответственно, можно найти какого-то блогера, через которого это все распиарить, и, соответственно, бизнес немножко будет развиваться. Так точно, но это интересно еще и крупным бизнесам, которые уже тестировали все другие каналы трафика и прекрасно понимают, что в эпоху информационной слепоты там очень низкая конверсия. А почему вообще бизнесы идут на это сейчас? Почему они идут к инфлюенсерам? Да, да, да. Ну, во-первых, потому что само явление информационная слепота, оно достаточно активно сейчас наступает. То есть, человек не слышит рекламу, он не хочет ее слышать, мозг блокирует эту информацию. То есть, причина в том, что ее слишком много. Ее очень много, и человек понимает о том, что ему хотят что-то продать. Он уже, у него очень маленькая степень доверия к этой информации, и он блокируется, мозг блокируется. Аудитория не хочет эту информацию слышать. Но у бизнеса в любом случае остается задача. Они должны существовать, они должны продавать. Поэтому они находят гораздо более тонкие способы донесения информации о выгодах работы со своим бизнесом для целевой аудитории. И, в принципе, сейчас идет тренд на то, чтобы вот это зерно полезности бизнеса вписать в контекст истории, сторитейлинга, которую рассказывают блогеры в своих аккаунтах ежедневно. Ну, то, что мы, например, сейчас видим на том же Ютьюбе, да? То есть, когда каждый уважающий себя блогер вводит такое прекрасное понятие, как божественная интеграция. Ну, да. Я думаю, что даже еще вперед шаг можно сделать. Это делает каждый человек в Инстаграме своем, в сторисах, системно, ежедневно. Рассказывает о своей жизни. Так вот, задача инфлюенс-маркетинга в его жизнь вписать свой продукт настолько нативно, чтобы тот, кто смотрит, аудитория, которая смотрит, не заподозрила о том, что это рекламная интеграция. А это работает? Только это сейчас работает. Это я вам заявляю как профессиональный маркетолог. Мне еще понравилась фраза про переговоры. Извините, я все правильно делаю? Да, да. Как там было про переговоры до интервью? Хорошая была такая фразочка. Мы имеем не то, что заслужили, а то, о чем договорились. Вот, ну прекрасно же. А договориться можно обо всем. А вы должны запомнить главное, что переговоры – это технология, которой можно обучиться. Кстати, это еще одна причина, по которой я здесь. Мы запустим в том числе на Молдавию курс, который будет детально рассказывать и о современных трендах в маркетинге, и о искусстве управлять решениями целевой аудитории об искусстве переговоров. Сколько будет длиться курс? Где его искать? Кто может в нем принимать участие? Сейчас мы собираем аудиторию в анкете предзаписи. Анкету предзаписи можно найти у меня в аккаунте Instagram в шапке профиля. Нам необходимо понимать сейчас на этом этапе, какое количество людей мы сможем собрать. Хочу сказать о том, что это будет интересно и предпринимателям, у которых есть бизнесы, независимо от масштаба. Микропредприниматели – это крупные какие-то бренды, это известные бренды, которые выходят даже за пределы страны. Также это будет интересно тем блогерам, которые по большому счету и станут рекламными площадками для этих бизнесов. То есть, по большому счету, мы стали такой коммуникационной, станем компанией Кошелот во главе с компанией Бомба, станет такой коммуникационной площадкой между бизнесом и между инфлюенсером. То есть, по большому счету, любой предприниматель, любой бизнес сможет в инфлюенс-маркетинге найти, благодаря инфлюенс-маркетингу, найти свою аудиторию. Что же получит блогер? Например, цифры, которые он видит у себя в сторис, это будут уже не просто просмотры, это будут деньги, которые он сможет получать от бизнеса, системно работая с агентством. Меня интересует, в какой валюте. То есть, если у меня там по 100 просмотров в сторис, это в какой валюте я буду бабло получать? Ну, в евро, наверное, если вы здесь. Это уже приятно все. Вот с этого и надо поговорить. Так, то есть, получается, вы запускаете площадку, которая будет интересна с одной стороны бизнесменам, с другой стороны тем людям, которые пытаются стать блогерами. Именно так. Или которые уже стали. Подожди, какой там есть лимит, нижняя какая граница подписчиков, количество подписчиков, если ты уже можешь считаться блогером-продающим? Я думаю, что нет. Если 50 человек вас смотрят, это означает, что вы уже имеете возможность эти 50 монетизировать. Это ведь мечта блогеров. Да, это правда. Ну так вперед. Давай, твои три сотни только этого и ждали. Так, хорошо. Можно ли, допустим, из вот таких вот странных людей, как мы, стоит, особенно я, сделать блогера нормального такого, вот, знаете, которого смотрят, слушают и... С кредитом доверия сразу. Или не очень можно? Нужно. Я не люблю кредиты. У вас уже есть аудитория, для которой вы являетесь лидером мнения в каком-то вопросе. Так, так. Это означает, что вы уже инфлюенсер, вы уже влияете на эту аудиторию. Соответственно, у вас уже есть те люди, которые готовы вам платить деньги. Я вот пытался влиять на людей, но потом вспомнил, что где-то в 90-х мы это уже проходили. Это не то совсем. Кстати, да. Вы очень правильно сейчас обратили внимание о том, что влиять можно совершенно по-разному. И вот то, как правильно прогревать аудиторию, как правильно влиять, нативно на нее влиять, вот именно об этом мы будем рассказывать на курсе. И именно об этом мы будем рассказывать бизнесам, то есть и блогерам, и бизнесам. Блогерам, как рассказывать бизнесам, что такое хорошо, что такое плохо. Есть еще такой проект, называется «Скрепка». Что это такое? Это для зрителя это шоу, классное, интересное шоу. А для бизнеса это рекламная площадка. Возвращаясь к той же самой проблеме информационной слепоты, мы знаем, что контекстная реклама, таргетированная реклама, традиционная наружная реклама, телевизионная реклама, радиореклама, она чуть менее конверсионна, нежели реклама по системе правильного прогрева именно в аккаунтах. Именно и в аккаунтах, и вот в шоу. Поэтому наша задача была сделать таким образом, чтобы бизнесы имели возможность нативно, продакт-плейсментом, войти в реалити-шоу, стать героями для нашей аудитории и заполучить ее внимание сначала, а затем деньги. То есть в основу этого проекта легла история, как лет 12 назад, если я не ошибаюсь, в Канаде, один гражданин поменял скрепку, самую обычную, на дом путем последовательных обменов. Дешевтов ты имела в виду. Ну, можем сказать. Можно ли повторить все это сейчас, в наше время? Конечно, можно. Более того, мы это уже и повторили. Действительно, канадец Кайл Макдональд в 2005 году за год путем последовательных обменов в 14 итераций прошел путь от простой канцелярской скрепки до дома. Этот дом находится в Канаде. К нему, кстати, как к гаражу Стива Джобса ходят экскурсии до сих пор. История стала настолько резонансной, что была написана книга «История одной красной скрепки, которая потрясла весь мир». Книга была переведена на несколько языков и в 24 странах мира стала бестселлером. И даже голливудская компания «Метро Голден Майер» выкупила права на экранизацию этой книги. Конечно, тысячи людей по всему миру вдохновились этой историей и запустили свои цепочки обменов. Мы это сделали тоже. Сделали это перед камерами и дошли до дома. Первый дом, до которого нам удалось доменяться... Это дом 2. Почти. Он находится на Новорежском шоссе, в 55 километрах от МКАД. Москва – это практически рублевка и стоит 14 миллионов рублей. От скрепки до дома за 14 миллионов рублей. Постучи по спине. Я хотела бы понять... Вот сейчас идет второй сезон, и очень надо поговорить на этот счет. Давайте подробности, пожалуйста. У меня есть скрепка. Она не красная. Не важно. Тогда это третий сезон. Это уже третий. Расскажите про тот сезон, который проходит сейчас. Значит, что мы сделали? Топовые блогеры, российские, приняли вызов и взяли на себя ответственность такую, обменять простую канцелярскую скрепку, доменяться путем последовательных обменов до дома. В принципе, они сейчас это и делают. Хочу сказать о том, что бизнесы активно подключились к этой истории. Мы сначала работали со зрителями, которые хотели приобщиться к вот этой великой истории, хотели стать частью ее непосредственно, хотели соприкоснуться с кумирами в том числе, хотели обогатить свой стори-тейлинг, хотели попасть в реалити-шоу и предлагали за скрепку свои лоты. Но бизнесы их перещеголяли. Они имели возможность предложить лоты гораздо более дорогие, поэтому у нас получается, что все блогеры, которые вошли в сезон, сразу обменяли скрепку на лоты номиналом от одного и более миллионов рублей. Какая прелесть! Что, кстати, сразу стало очень-очень сложно дальше меняться. Потому что когда ты меняешь скрепку на ручку, ручку на фотоаппарат и так далее, и так далее, это одна история, а другое дело, когда ты сразу меняешь скрепку на пластическую операцию, допустим, стоимостью миллион двести, или ты меняешь скрепку сразу. Вот у нас была, у нас, кстати, была в цепочке, как у Кайла Макдональда, в его истории, первым лотом была дверная ручка. У нас в шоу тоже была дверная ручка, только эта дверная ручка была почти полмиллиона рублей стоила. Изумительная история. Значит так, моя скрепка. Чем я тут занимаюсь? Моя скрепка. Пора менять скрепки. Дает ли возможность мне получить что-то за нее? Ну, допустим, как вы сказали, в третьем сезоне, либо просто так поменять на что-то. Нет-нет, моя скрепка все-таки. Вы хотите мне предложить обмен, я правильно почувствовала? Да, если я вам дам скрепочку, что вы можете мне дать взамен? Ой-ой-ой, курчаются вот здесь немножечко. Так. Ну, я думаю, что самое ценное, что я могу сейчас вам дать, это, наверное, дать место у нас на курсе, где вы сможете получить не только информацию о том, как это делать, но, возможно, даже вписаться в нашу историю, потому что в рамках курса мы будем друг с другом меняться. Поэтому я вас приглашаю в крутое сообщество тех людей, которые понимают, как влиять на человека переговорами, которые понимают, что такое инфлюенс-маркетинг, которые понимают о том, что даже если у нас, ну, условно, в руках только скрепка, это у нас еще и еще и вся жизнь вместе с ее активами, которые мы наработали, это немало. То есть можно действовать уже. У меня такой вопрос. Можно ли, подожди, можно ли располовинить эту скрепку и сделать равноценный обмен? Ладно, тебя тоже возьмем на курс. Возьмем его, правда? Заодно с радостью. Спасибо большое. Все, тогда это вам, а нам ваш курс. Ну и, соответственно, вы говорили про шапку в профиле. Кому на нее подписываться, давайте еще раз обозначим. В аккаунте Елена, нижнее подчеркивание Арикова, как слышится, так и пишется, в шапке профиля размещена ссылка. Это ссылка на форму предварительной записи. Достаточно оставить свои контакты для того, чтобы мы знали, что вы есть, вы хотите попасть на обучение, вы хотите стать причастны к этой истории в том числе. И когда наберется группа, мы будем персонально с вами связываться и приглашать на курс. Прекрасно. Ну что ж, вам огромное спасибо за то, что, во-первых, приехали к нам в гости, во-вторых, занимаетесь этой довольно интересной штукой. Прямо очень, я бы сказала, я с удовольствием теперь грызусь и все узнаю. Хочется нормальных, качественных блогеров, а то вот эти вот мамкины блогеры, ну, уже немножко приедут. Вот все, будем менять ситуацию к лучшему. У нас сегодня в гостях была Елена Арикова. Спасибо вам за визит. Будем продолжать наше утро. Новое утро Новый кофе Носкафе Классик Теперь с молотой арабикой Богатый аромат Новый вкус пробуждает все ваши чувства каждое утро. Раскройте все богатство вкуса и аромата нового Носкафе Классик. Теперь с молотой арабикой. Данный материал содержит элементы рекламы. Время от времени наш режиссер называет Таис сладенькой. Вот так вот аккуратненько мы переходим на кулинарную тему. Потому что прямо сейчас в нашем эфире рецепты от бренда «Абассадор» наших партнеров в сети магазинов «Максимум» Думитру Бойку. Всем доброе утро! Меня зовут Думитру Бойку. Как всегда в это время мы вместе с сетью магазинов «Максимум» делимся новыми интересными рецептами ну или кулинарными идеями к вашему завтраку. Так как программа выходит утром, ну и не только. Сегодня, ребята, я хочу поделиться с вами интересными сочетаниями, интересными способами приготовления тех или иных продуктов, которые мы обычно закатываем на зиму для того, чтобы к новогоднему столу ну там или не к новогоднему, или вот ближе к осени у вас случился такой гастрономический гастрономическое удивление по поводу того, как так. А мы раньше так никогда не делали, а разве так возможно было? Начинаем мы, конечно же, с огурцов супер знаменитых супер знаменитой закуски и вообще как бы абсолютно популярной истории для того, чтобы что-либо есть вместе с ними. к истории о том, что на самом деле все, что касается ферментации, ну там, как мы привыкли говорить, малосоления, скажем так, или вообще ферментации, это супер полезно для нашего организма. Это полезные пробиотики, которые благотворно влияют на наш желудок, на наш желудочно-кишечный тракт и вообще маринованная история, она очень-очень полезна. Я сейчас читаю по поводу этого огромную классную книгу по поводу ферментации, поэтому буду делиться с вами интересными и классными штуками. Итак, что нам понадобится? У нас все здесь есть. Мы начнем сегодня с огурцов. И так как я достаточно часто рассказываю вам про то, что у этой плиты от бренда Electrolux есть история с влажным, с высокотемпературным паром, до 90 градусов он доходит, это означает, что в нем можно стерилизовать, в том числе и стекло. Это есть, здесь есть специальный резервуар для воды, вот он, он находится здесь. Я не буду его внимать для того, чтобы плита уже не останавливала свою работу, но тем не менее. На что я хочу еще обратить внимание, то, о чем я не говорил в программах, это то, что здесь есть функция приготовления сувида. А что такое сувида? Это приготовление на низкой температуре. Когда вы сохраняете все полезные витамины и вещества, не разрушаете их, а наоборот сохраняете, но при этом готовите. В сувиде можно готовить все, что угодно, начиная от мяса, заканчивая овощами, курицей, птицей и прочее, и прочее. Вот. Но тем не менее, сегодня мне понадобится функция высокого пара. Я хочу стерилизовать банку для огурца. Открываем. Здесь есть, давайте я вам покажу. Здесь есть продолжительность, которую вы выставляете. Я думаю, что нам не нужно очень много времени, буквально 5-6 минут будет достаточно для того, чтобы хорошо стерилизовать. Давайте все-таки, ладно, так и быть. Все ради вас. Покажу вам резервуар с водой. Вот он. Видите, он сразу мне говорит, ставьте обратно резервуар. Вот он. Вот такой длинный, достаточно компактный вместитель. Здесь есть специальное отверстие, куда вода наливается. И, собственно говоря, вы можете готовить на пару. Прежде всего, готовить на пару. Стерилизация банок высокотемпературным паром. Это уже такая опция, скажем так. Поэтому это не его прямое назначение. Вообще, готовка на пару. Я выставил высокотемпературный пар. 90 градусов он мне здесь показывает. Этого достаточно для того, чтобы стерилизовать банку. Есть. Стерилизуем банку. Тем временем готовим рассол. Когда обычно мы готовим рассол, вот о чем я, какие мои мысли были. Когда мы обычно готовим рассол, мы очень много времени, долго времени тратим для того, чтобы все это растворилось. Там сахар, типа вот вся эта история. Мне пришла в голову, на самом деле, мне кажется, гениальная мысль. Сделать и быстро смешать рассол в блендере. Ну, как бы, а почему нет? Если блендер предназначен для того, чтобы хорошо все смешивать, то почему бы не воспользоваться этим и не смешать все в блендере? Ну, собственно говоря, why not? Итак, по поводу рассола. Нам понадобится соль, сахар. Есть. Где-то, ориентировочно на литр воды, я где-то добавляю около полторы столовые ложки соли. Этого будет достаточно. И где-то около двух столовых ложек сахара. У меня банка литровая. Хорошо. Есть. И вы знаете, как обычно бывает, когда ты пытаешься вот рассол, чтобы он разошелся, весь сахар разошелся и так далее, и так далее. Я набираю чистую воду. А тут, понимаете, при помощи блендера можно все быстро... И рассол готов. Ну, как бы, к чему ждать, если есть все удобства под рукой? Ну, а плюс ко всему еще, я хочу ароматизировать рассол. Не сделать, не делать его просто соль, сахар, вода. И как там еще говорят, что туда еще добавляют, по-моему, уксус. Я уксус сегодня добавлять не буду. Мне хватит того, что есть. Есть. Я добавлю сюда в рассол сам, для того, чтобы его хорошенечко еще насытить вкусом. Кроме соли и сахара, я сюда добавлю еще перец горошком. Пускай он будет у меня и такими, как называется, семенами в банке для красоты, но будет еще и для ароматики, чтобы было поострее. И я сюда добавлю один прямо вот вместе со всем чеснок. Есть. Прямо сюда. И для того, чтобы сделать такую, знаете, слегка укропную воду, укропную, мы с вами добавим сюда укропа. Есть. И, конечно же, совсем чуть-чуть, каплю буквально, капельку оливкового масла. Чуть-чуть. Все. У нас есть вся эта история. Закрываем. И через несколько минут, секунд, я бы даже сказал, у нас с вами будет готов рассол. Не надо его сильно взбивать, вы не делаете смузи, вы делаете рассол, вам нужно просто то, чтобы сахар тщательно вместе с солью перемешался. Мне кажется, что банка стерилизовалась, давайте ее доставать, пока у меня тут происходит приключение. посмотрим, как это хорошо работает. А, отлично, возьму, пожалуй. Есть. Спасибо большое, электролюкс. Прекрасно. Ну, а теперь то, о чем я говорил изначально. Помните, мы с вами говорили, что я сегодня расскажу вам, с чем классно сочетать, вообще интересное сочетание по поводу соления огурцов, с чем интересно сочетать. Ребята, я вам рекомендую, сегодня открываем вам большую тайну, рекомендую вам использовать и замариновать, засолить огурцы вместе с миндалем. Как? Вы не пробовали замариновать миндаль? Ребята, вы многое упустили. Я обязательно и настоятельно рекомендую вам замариновать и попробовать миндаль. Это реально очень интересная вещь. Итак, мы с вами наполняем, у меня здесь есть еще, кстати, сельдерей, я тоже хочу его добавить для ароматики. Не то, чтобы сильно, не то, чтобы очень важный опциональный объект, но он все равно очень хорошо сочетается с огурцом и дает очень классную ароматику. Итак, закладываем все сюда огурчики. Есть. Я сделаю так, знаете, чтобы было красиво в банке. Конечно, можно все сделать супер поплотнее, вы знаете, ну там заложить все как надо правильно, плотненько, но у нас тут уже, знаете, как будет, так будет. еще и еще и обязательно миндаль. Мы его не ошпариваем, мы его не не счищаем с него кожуру, просто вот так вот, как есть сырой миндаль, мы с вами его сюда закладываем. Засыпаю. Есть. Отлично. Класс. Ребята, маринованный миндаль это откровение. Ну и, конечно же, наш рассол. О, отлично, почти угадал. Закрываем. Пахнет соленья. Закрываем плотно крышкой и отправляем в холодильник. Когда можно есть, 3-4 дня и можете наслаждаться супер классными, малосольными, очень интересными огурцами, но при этом при всем еще и с миндалем. Я говорю большое спасибо бренду Электролюкс за его очень немаловажную функцию стерилизации банки для того, чтобы все было у нас хорошо. Ну, а меня зовут Дмитрий Бойко. Мы с вами увидимся в следующих выпусках. Я желаю вам хороших и классных заготовок на зиму. Увидимся. Счастливо. Пока. И ни в коем случае, совсем забыл, не забывайте следить за нами в наших официальных социальных сетях Maximum.md на платформе Facebook, Instagram, TikTok и Facebook. Наверное, уже даже сказал Facebook. Ну, все. А в следующей программе я буду мариновать еще что-то очень интересное. Поэтому не пропустите. Пока. Уроженец Кишинева, актер и телеведущий Александр Олешко, указом президента Российской Федерации Владимира Путина, награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Об этом артист написал в своих соцсетях. Далее цитата. Нечаянная радость узнал только что. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за высокую оценку моего скромного труда. Благодарю Государственный академический театр имени Вахтангова, директора театра Крока и всех тех, кто меня поддерживает. Спасибо большое, дорогие зрители, за доброе отношение и внимание. Очень и мне хотелось бы какой-нибудь орден получить. Ну, хотя бы медальку. Ну, ты знаешь, заслуг только что-то маловато и перед Отечеством и вообще. Вот доживешь ты до возраста, Олешка, тогда, может быть, и тебе что-то перепадет. Надеюсь. А что нам с вами сегодня перепадет, об этом, как всегда, узнаем в астрологическом прогнозе. Овен. День подарит отличные идеи, которые откроют перед вами новые горизонты. Можно реализовать какие-то старые планы, а также порадовать людей, которые для вас особенно важны. Во многом помогает интуиция. Благодаря ее подсказкам вы не допускаете ошибок. Телец. Постарайтесь избежать разногласий и споров в первой половине дня. Это будет не так-то просто, поскольку иногда вас как будто специально провоцируют и выводят из равновесия. Обидно, что делают это даже те люди, которых вы привыкли считать друзьями. Близнецы. Благоприятный день. Вам во многом везет. Шансы добиться успеха велики. Проблемы могут решаться сами собой, лишь иногда требуя небольших усилий с вашей стороны. Вы без труда найдете общий язык с окружающими. Рак. Неплохой день. Дела, особенно важные, лучше планировать на первую его половину. Поскольку она складывается особенно хорошо. Чем дальше, тем сильнее хочется отложить все начатое и просто отдохнуть. Лев. Удачный день. Многообещающий и легкий. Пользуйтесь тем, что звезды на вашей стороне и не упускайте возможность реализовать задуманное. Можно вернуться к тому, что раньше не получалось. Сейчас вам по силам достичь нужных результатов. Дева. Утро будет спокойным и приятным. Грандиозные успехи в это время маловероятны. Зато будет возможность отлично провести время, пообщаться с приятными людьми, заняться чем-то интересным. Некоторые девы вспомнят о давних увлечениях и хобби. Весы. Не лучший день для больших перемен. Жизненный потенциал снижен. Вы быстрее обычного устаете, больше нервничаете и волнуетесь, рискуете попасть под чье-то дурное влияние. Важна разборчивость в контактах. Скорпион. Берегите себя. Жизненный потенциал сегодня снижен, перегрузки нежелательны. Если можно отложить дела или поручить их кому-то другому, именно так и следует поступить. Если нет, постарайтесь не трудиться в одиночку. Найдите помощников. Стрелец. День дает шанс решить семейные проблемы, над которыми вы долго ломали голову. Могут возникать мелкие трудности, недоразумения, но вы не утратите душевного равновесия и оптимизма. Отнесетесь к происходящему с юмором и обязательно найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Козерог. Не волнуйтесь из-за мелочей. Многие происшествия этого дня не так значительны, как вам кажется. Не все будет идти так, как хотелось бы. Возможно, недоразумения и трудности, но ничто не помешает вам реализовать задуманное. Водолей. Благоприятный день для общения. Старые знакомые будут рады вас видеть, а новые быстро проникнутся к вам симпатии. Обсуждение любых вопросов проходит легко. Люди охотно соглашаются с вами, не отказывают в помощи, если вы о ней просите. Рыбы. День отлично подходит для любых полезных дел. Совсем не обязательно замахиваться на что-то выдающееся и грандиозное. Успешное решение текущих задач это тоже неплохо. У вас отлично получается наводить порядок и избавляться от ненужного. Наша соотечественница Наталья Гордиенко выпустила яркий видеоклип к своей новой песне под названием «Хай Хиллз», то есть «Высокие каблучки», в котором появилась в сексуальном и откровенном наряде. Я выбираю только самые высокие каблуки, ну, не я, а Наталья Гордиенко. Это цитата. Да, это цитата. Я выбираю только самые высокие каблуки и самые настоящие эмоции. Присоединяйтесь к миру «Хай Хиллз» и заряжайтесь с сексуальным вайбом города написала Наталья Гордиенко на своей странице в социальной сети. Клип снят в лучших традициях современных танцевальных композиций, где брутальный городской антураж соседствует с женственными нарядами. Скорость, авантюры, кураж, танцы, страсть ответила певица и пригласила своих поклонников насладиться песней на всех платформах. Основной наряд в клипе «Хай Хиллз» уже произвел фурор среди пользователей соцсети, однако при просмотре самого клипа ты понимаешь, что даже этот прозрачный наряд вроде бы как, но все аккуратненько, ничего, знаете ли, лишнего не выглядывает. Ну и при этом в ходе развития сюжета исполнительница появляется и в других сексапельных платьях, так что наслаждайтесь видами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok